Вертикальный пылесос с технологией мытья полов автоматическим режимом, который регулирует силу всасывания, учитывая степень загрязнения, силой всасывания 16000 паскалей, мощность 300 ватт, зарядной базой с функцией самоочистки и сушки роллера, резервуаром для чистой воды, объемом в 900 мл, стильным дизайном, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе, к умному пылесосу Xiaomi Dream H12 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Отмечу, что модель H12 у меня уже была на обзоре на канале и показала себя данная модель хорошо. Напоминаю, 7 обзоров и неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, поставить лайк ролику и в комментарии указать свой телеграм-канал или в описании к каналу, при этом быть подписанным на телегу скидок. Разумеется, комментарий должен быть больше 5 слов, так что включаем фантазию. Переходим к обзору. Распаковка. Поставляется H12 Pro в хорошо оформленной упаковке. Ко всему, учитывая ее габариты, можно понять, что упаковка довольно компактная, за что плюс. На коробке можно заметить название, краткие характеристики и, разумеется, изображение модели. В комплекте мы имеем основную часть вертикального пылесоса с резервуаром для чистой воды и резервуаром для грязной, съемную ручку, базу для зарядки и самоочистки с несъемным кабелем питания. К базе также есть две съемные части для хранения аксессуаров, ершик для чистки, два роллера, два HEPA-фильтра, фирменное чистящее средство и инструкция по эксплуатации. Вес устройства 4,9 килограмма. Далее. Данная модель поставляется только в единственной темно-серой расцветке. Внешне между моделями отличия есть. Не сказал бы, что они прям значительные, но H12 Pro выглядит, как по мне, интереснее. Корпус устройства выполнен по большей части из довольно прочного матового пластика, собрана модель хорошо. Но отмечу, что в H12 была проблема с ручкой. У нее за относительно короткий период эксплуатации появился люфт, что, конечно, неприятно. Не было предусмотрено выемки для переноски, то же самое ждет и старшую модель, я так думаю. Далее. На корпусе расположили ручку с тремя механическими кнопками, такие как кнопка питания, выбор режима и кнопка запуска функции самоочистки. На корпусе основной части есть еще одна механическая кнопка для настройки языка голосовых подсказок. Русский язык поддерживается, что хорошо. Далее есть отверстие для теплоотведения. Название производителя и моделей LED-дисплей. Дисплей удобный и достаточно яркий. На нем отображается информация о заряде аккумуляторов, включенном режиме и уровне мощности со степенью загрязнения. Далее можно заметить резервуар для загрязненной воды с HEPA-фильтром, который расположили с фронта. Его объем 700 мл. Резервуар для чистой воды расположили уже с тыльной части, в отличие от модели H12, у которой оба резервуара были с фронта. Объем данного резервуара 900 мл. Блока для автоматической подачи чистящего средства нет, его нужно заливать в резервуар с чистой водой. Теперь перейдем же к чистящему блоку. Сразу плюс за то, что роллер в ширину практически такой же, как и чистящий блок. Это хорошо сказывается во время уборки вдоль стен, но не на 100%. Все же чистящий блок слегка шире роллера. Прорезиненных вставок для защиты мебели и самого пылесоса от повреждений во время уборки нет. Верхняя прозрачная крышка снимается нажатием на механическую кнопку, роллер же крепится на специальный держатель, а за ним находится скребок, плюс отверстие для всасывания грязи и гребень для очистки роллера. Вручную чистить отверстие для всасывания грязи неудобно, так как доступ к нему ограничен. Летим дальше. Dream H12 Pro одновременно выполняет влажную сухую уборку. Мощность 300 Вт, сила всасывания 16000 паскалей, двигатель установлен бесщеточный, на борту есть три режима работы, самого вертикального пылесоса автоматически, обычный турборежим. В автоматическом режиме устройство определяет степень загрязнения, автоматически увеличивает или понижает силу всасывания, плюс есть режим для всасывания жидкости с поверхности без подачи воды из резервуара. Емкость аккумулятора 4000 мАч, время работы в турборежиме не больше 30 минут, чего достаточно для уборки помещения в 60 квадратных метров. Если же использовать автоматический режим или обычный, то время автономной работы увеличится. Зарядная база оснащена системой сушки роллера горячим воздухом и функцией самоочистки. Сама база внешне практически такая же, как в H12, много места она не занимает. Далее, подключить H12 Pro к фирменному приложению возможности нет, перейдем к тестам. Уровень шума не превышает 75 дБ, рука во время уборки не устает, модель маневренная, перемещается она на прорезиненных двух основных колесах и двух дополнительных. Как я уже говорил, во время уборки вдоль стен есть неубранный узкий участок. Так дела обстоят не только у этой модели, но, к примеру, у Roborock D-Art Pro уборка от края до края лучше, Со средней степенью загрязнения H12 Pro справляется хорошо, к слову, как на плитке, так и на деревянных покрытиях. Но швы между плитками являются небольшой проблемой для H12 Pro, опять же, если мы говорим о сильном загрязнении. Разводов на поверхности после уборки нет, засохшие пятна грязи оттираются, но в несколько проходов, как и другие сложные пятна. Различные жидкости также хорошо всасываются, вопросов особых нет. В плане сухой уборки H12 Pro тоже хорош, его мощности хватает даже для уборки ковров с коротким ворсом, Но я не рекомендую его использовать для чистки ковров. Если сравнивать с конкурентами, а это Roborock D-Art Pro, обзор на который уже был на канале, То H12 Pro действительно мощный, и в каких-то сценариях использования он лучше справляется. Но в остальном D-Art Pro, как по мне, как в плане удобства, так и в плане качества уборки, лучше. Далее, самоочистка с помощью базы для зарядки слегка изменилась по сравнению с H12. В старшей модели теперь роллер крутится попеременно в разных направлениях для лучшей очистки. Качество самоочистки хорошее, и данная функция однозначно необходима для подобного формата чистящего блока. Функция сушки справляется со своей задачей неплохо, но мой совет вам, После каждого использования вертикального пылесоса с функцией мытья полов, Его нужно разобрать, почистить и оставить сушиться все составляющие по отдельности. В противном случае, даже если провести функцию самоочистки и вылить грязную воду, Но оставить все на своих местах, через некоторое время обязательно появится неприятный запах от устройства. Минусы нет, приложение нет выемки для переноски, нет защиты от повреждения мебели и самого чистящего блока, Один роллер у ручки, через время появится люфт, нет блока для моющего средства с автоматической подачей. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, Мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. За лайк и комментарий огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую, Xiaomi Dream H12 Pro на ли стоит дороже, чем Roborock D-Art Pro, Но не во время сейла, во время сейла H12 Pro стоит дешевле. В других онлайн-магазинах можно найти H12 Pro еще дешевле, чем D-Art Pro. Обе модели хороши, но лично по моему мнению Roborock лучше. Вы можете не согласиться. В любом случае H12 Pro показал себя по моим тестам очень даже отлично. От меня девайс сюда. Добра и удача вам, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok